В прошлый раз мы начали говорить про локальную, локальную симметрию, локальную плевровочную симметрию. Давайте я краска, краска, локальную симметрию. Значит, стартуем мы такой стандартный, стандартный способ, логуржан. Давайте мы рассмотрим логуржан, который зависит, описывает комплексные скалярные полички, все от x, комплексные функции, и имеет равномерность логуржан. Одна, вторая, и в одну, опять в логуржан. И мы все по модуле в квадрате. И мы все по модуле в квадрате. И мы все по модуле в квадрате. Вот это логуржан. Значит, мы варианты этого логуржана в варианте относительно преобразований глобальных. глобальных, то есть, мы берем речь от координации, что очевидно, ток, то есть, это храняется ток. И, значит, мы можем сделать эту реактивность повысить локальную, если мы, кроме поля ПСИ, возьмем еще цифлокатное поле. ПСИ более всего, мы хотим написать такой физический способ локальной симметрии, хотим написать логуржан, который в варианте на относительно локального преобразования. Ну, при этом мы называемой воздушный вопрос, который преобразуется, вот, наверное, так, минус 2. Ну, сейчас проверим. И заменить в исходном логуржане, заменить обычную производную на, так называемую, варианту производную, которая сравняется ленью плюс ленью. И, значит, эта штука. Тогда логуржан, после чего логуржан будет зависеть, ой, 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 ой. И следует равням, чтобы облегчить логуржан. И следует равням, чтобы облегчить логуржан. И, значит, эта штука, и в варианте, это нам очень часто, При таком преобразовании, как написано здесь, поле ПСИ и поле ОЮ, локально существующая лотек. Вариантная производная преобразуется так же, как обычная производная при нормальном преобразовании, но само собой ПСИ преобразуется тоже по шагу. Это правильно? Да. Именно так. Хорошо. Значит, вот у нас получается такое выражение. Кроме того, в данном случае поле ОМІ – это система, в которой только поле является, если мы будем выводить уравнение движения, то мы получим только поле, уравнение для поля ПСИ будет включать производное поле ПСИ. Поле ПСИ является динамическим полем, на которое действует данное поле ОМЁ-АТИС, которое своей собственной динамикой не обладает. А вот, чтобы поле стало ОМЁ тоже динамическим, мы должны добавить влагаемое с производными, в котором включается производное поле ОМЁ. Причем мы хотим сохранить не только ловить инвариантность, но и инвариантность относительно вот этих калибровочных преобразований. Для этого мы вводим, вводим инвариантность от меню этого поля, который спереди, 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 спереди. Инвариантность является инвариантом этих калибровочных преобразований. И полный выгружан, который не является тот поле, имеет вид полный выгружан, и все будет имущество отравлять, и тогда будет укравить инвариантность. Вот я думаю, что здесь знак правильный. Там Е, вы называете Э. Е, это константа связи. Вот, ну, значит, ну, очевидно, что, это очевидно, что при таком преобразовании, да, при таком преобразовании, когда ОМЁ преобразуется, ОМЁ плюс минус И, ДНВА, Ф не преобразуется, да. А, 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 прекращается это. Так что это подай мне является, что инвариантность на соседе с трёхуручных преобразований. И вот, у них смысл эти стать вывести в уравнение движения. А что я не сообразил, что мы про уравнение движения, ну, даже в обычной экстремлярной теории поля не говорим. Поэтому давайте быстренько это за одно слово. Распускай у нас есть, возвращаясь назад, просто в столярное поле, вверху от плодных подружанных метров на 1 фи в квадрате на 2-я метров на 1 фи в квадрате, пополам на 1 фи в квадрате. В принципе, это свободное поле, негативных метров в членах нет. Значит, сравнение движения для 1-я метров записывается, как в нем квадрате фи минус м в квадрате на фи. Ну и в силу того, что в этой теории имеются варианты относительно длинных, то есть минус м в квадрате, мы можем рассмотреть эту общую идею, мы можем искать решение, которое является инвариантами относительно относительно вот этих преобразований. Решение этого уравнения, равное движение, которое является инвариантами относительно этого преобразования. Собственно, мы можем искать такие функции и от х, которые при таком преобразовании переходят на инварианты, а от х. Так устроения таких функций. Очевидный экспонент. Как устроены такие функции? Такие функции имеют вид экспонентов. Если мы снимем коньем, на лепестной. Ну ведь явные элементы у нас в лепестках камня. А может быть? На лепестках, если мы снимем конь, лепестной между лепестками. Так? Называется плоская форма на такое решение, да? Но мы действительно удовлетворили этому. Лямбе, чему равняется лямбе? Лямбе зависит. На данный случай от х и равняется не в степени. Нет. Нет. Если не и к, но а нет. Лямбе. Лямбе зависит от х. Лямбе зависит от х, но для данного решения она зависит еще от х. Это функция толстанная, да? Значит, что мы наливаемся толстанная относительно. Это явно идет вот такой вид. Вот там вот, где я, справа, Альбанская, какие значки лука имеются? Ну, одно и то же. Я это не оговариваю, но все время, да. Все время смертка идет с метриками Минковского. А вот у меня тут выше где? Да. Вот там, да. Минус, 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 и, ка, и, то нет. Просто какие-то, то? Праздновательные ка, для них. Окей, ладно. Нет, вы спросите, кто такой ка. Ка является, сейчас, просто ка является ильчиной состоящей из четырех частей. Ка, ну, на самом деле, ка есть не что иное как четырех лет. Все, что понятно уже. То есть, который преобразуется при преобразовании, преобразовании хлоринца с оправкой маслицы, потому что не до того, как преобразуются координаты. Ну, сейчас давайте об этом не будем говорить. Значит, тут есть такие решения, то есть мы можем, нейтрально я говорю, Если общая идея заключается в следующем случае, если у нас имеется, скажем, какая-то система, которая у менеджан и уравнение движения, и обладает какой-то инвариантностью, то это означает, что под действием возглавания из этой группы, у менеджан, либо решение переходит само в себя, либо решение переходит в другое решение. В общем, в данном случае мы предполагаем, что оно переходит само в себя, вот с точностью до некоторого множества. Почему множество не допустимо? Потому что уравнение линиевое, да, оно сократилось. Вот. Но это не всё. Я предполагаю тот инвариант, который есть у этого уравнения. И теперь нам надо поставить эту штуку сюда, да, поставить сюда решение. Вот для этой плоской волны у нас есть количество вот такое отдельное решение. Мы его вставляем сюда, что мы получаем, да? Получаем, что это будет решение в этом сравнении с любым К, специальным. То есть, касаемо К квадрате равняется К квадрате. То есть, у нас имеется два решения, как называемые положительные частотные и отрицательные частоты. И, а в плантовой теории, они соответствуют частицам, частицам и античастицам, эти два решения. Вот. Теперь давайте вот в этом случае. Так пишется уравнение в этом случае. Найдем уравнение, да, и теперь уравнение к квадрате. Вот вычитаем, вычитаем такую производную. Здесь есть два поля, можно по-разному. Либо считать Фи-1 и Фи-2, это независимый полярный. Либо Си, у нас Си равняется Фи-1 и Фи-2. Я про них. И Фи-2. Либо варировать по всей Фи-2, но независимо. Начинаем реакцию функционных производных по всей Фи-2. Что мы получаем? Ну, то есть, я к нам не скажу, что здесь эта штука стоит на ламио. Ну, Си и чертой на ламио Пси. Кстати, это надо сказать. Что такое на ламио? На ламио я написал. На ламио Пси – это есть бемо листомио на Пси. Укращённая запись такого выражения. Особенно на ламио Си чертой. На ламио, но тут можно, я не знаю, можно написать вот так. На ламио Си чертой. Значит, надо учесть, что вот так, как я здесь пишу, я не пишу здесь двух петель, и в этом случае мы должны считать при такой записи поле алю чисто минимум. То есть, алю комплектно-сопряжённое, равняется одну одну самую. Но это не играет роль для одного и четыре. Потому что, как наравнение Лагранжа у нас пишет, Д, Д, Ну, значит, Д, И, О, Д, О, Д, Ну, Си, Минус Д, И, О, Си, О, Си, О, Си, О, Си, О, Си. Минус Д, О, Си. Ну, ну, вот, не четыре. Видите, здесь не сказывается этот знак, но мы забываем, что он есть. Почему? Это вот, видно, согласовано с этим. Здесь у нас однопераметрическая такая группа, точнее, мы не однопераметрическая уже в каждой точке, альфа своё, но альфа вещественная, группу один. И к альфа прибавляется, прибавляется вещественная, чисто мимая. Самок это напоминает, что в данной нормировке обычно пишется, здесь вот, в варианте непроизводный здесь пишется ещё и И пишется обычно, и Е, но вот так. Так писать одно и то же, но так писать просто более, более удобно считать поле аминус чистым мимом, но там, где нужно, знать, естественно, минерок. Вот так, да. Что получается за равнение? Усокое. Не, ну почему? Ну, кларируем, дифференцируем, дифференцируем вот этот член по демио-пси-счертой. Чему равняется это производное? Понимаете? Демио-пси-счертой входит только вот эту складаемость, правильно? Чему равняется производное? Ничего тут писать? Ну, потому что на одномем, там, это не просто. 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 Алис, в этой складаемой я расписываю, на одномем, в си модуле в квадрате, равняется демио-пси-счертой, да, с учетом того, что я сказал, на и минус аминус на пси-счертой, это не важно, а множество на, а здесь и не будет ответить на на, или в си, потому что здесь происходит только в си. Производное, которое мы должны продефиленцировать здесь, это только включает в себя вот это, аминус на это. То, что это производное, аминус на это. Чему она равняется? На аминус си. Это мы сейчас имеем в виду на аминус си. А здесь? Да, на второе. Да, на второе, это второе, да. А, ничего страшного. Можем ломать на второе уровень движения. Ну хорошо, давайте не забыть, да, а на второе здесь, наверное, правильно, минус, от этого, плюс, да, плюс, м квадрате на пополам, снова на си, да, и в общем еще нет, вот одно уровне движение. Одно уровне движение. А теперь вот это еще. Что здесь получится? Здесь надо производную взять в форме, где-то, где-то. с чертой. Здесь чертой просто, вот что-то, через чертой. Пришли, где-то. Здесь чертой просто, как-то, где-то. Здесь чертой просто, в общем, мы там забыли еще поле аминус. Что? Поле аминус. где мы забыли что у нас есть ну мы должны дпдпси с чертой еще вот продифференцировать эту производную член с производной нет это мы по дню здесь с чертой все от независимых мы продифференцировали продифференцировали вот единственная слагаемая вот эту вещь мы еще вот это должны чтобы они у нас еще возникли ну что у нас вот этот вариант вот опять мы схожем к такими три вариантами сразу здесь еще и испытали его участвуем раньше а еще есть слагаемое например хобби ons хобби это написано правильно но еще кто по еще аммию наоборот аммию минус аммию аммию минус аммию на сище той, да? нет, нет, сище той наоборот и это все равняется теперь есть второе уравнение которое у нас кроме поля си имеется поле а и его производное поэтому мы должны еще вычислить диню 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 аммию 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 мы должны почтить несколько компонент и минус аммию 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 но это слаганными нет, потому что аммию здесь не зависит Для этого надо вспомнить, куда входят производные А. Производные А входят вот сюда. Ню в квадрате это 2 минуты аню минус 3 минуты аню в квадрате. Что же здесь получается, когда мы дефектрируем по этой штуке, получаем демион. Вот. Демион аню минус демион анаталь. Ну вот здесь он не носит за скобки, так что. Значит, вот второе уравнение. Второе уравнение. Как мои индексы? Я, наверное, правильно. Да. Значит, здесь у нас получается такое уравнение. Я его еще раз напишу. Демион в квадрате аню минус демион анаталь. Так, а здесь что у нас случилось? Нет, это все в порядке. Вот. Это, по-моему, два трое уравнения движения. Они, видимо, независимы друг от друга. Так. Ну, если решать, если мы решаем, мы должны решить решать вместе. Здесь все, наверное, наставить, да? Мне кажется, что давайте поднимемся. Ну, что там? Ну, где? 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 ДALK. Пânugen. Вorigin. Здесь плюс, да? Да. А, ну. Ну… Да. Ну вот, да. Ну, может быть, я вам, можно, что ли взглянул. Хорошо. Хорошо, мы не можем перейти к этому уравнению. Теперь, что еще хотел сказать следующее. Да, кстати, я хотел показать, что у нас это уравнение, это угрыжан, это, кстати говоря, в каждом ряду соединяем. У один калибровочный человек поле, в котором само поле является конкретным. Мы с вами говорили про уравнение герако. Давайте пишем еще как. Это угрыжан в случае, когда заряженное поле является полем герако. То есть уравнение герако у нас пишется таким образом. Герако у нас пишется. Герако у нас пишется. И все является с ним. Герако у нас поединиться еще. Герако у нас пишется. Это зависит, конечно, от того, как мы выбрали герако. Это уравнение герако. Это уравнение следует выводиться. И, в принципе, не имеется в вид, и полотность герако у нас имеет вид Пси с чертой, Гамма – это минус, минус равна на пси. Не знаю, что там не то написал. Да, не то написал. Минус равна на пси. Гамма – это масло 4 на 4, которое удовлетворяет вот этим соотношением их антипомбутационные соотношения можно реализовать. Они будут и таки, они масочные 4 на 4. А Пси, соответственно, становятся такими толстами четырехкомпонентами, на которые эти маски есть. Теперь. Это выражание является снова симметричным относительно такого преобразования, относительно преобразования, в котором Пси преобразуется Пси. Уже спинорное поле преобразуется при преобразовании первой роли, глобальной преобразования. Пси является комплектным у нас поле. Преобразуется таким образом. Как это реализовать? Ну, абсолютно то же самое. Просто мы можем взять то, что только форк, что мы получили в такой скалярной динамике и выводим поле амю в поле амю, который образуется лимином амфа, или лобинжан, уже настоящий экскалярной спинорного поля Пси и поля амю, он должен строиться как Пси с чертой. Да, кто такой Пси с чертой не стал? Пси с чертой это это Пси-крест, да? Пси-крест. Пси-крест означает трансформирование, корреспондирование, вот такая строчка, да? И комплексность изображена. И еще помножить на одну гавноматрицу, на гавноматрицу справа. Тогда можно показать, можно показать, что это выражение на преобразование Лоенца. Группа Лоенца и она вкладывается в адрес бифа, связанную с гавноматрицей. Вот. Значит, эта штука, так, здесь гамма-ню и гамма-ню на гамма-ню минус М на Пси-крест. Плюс и минус 1. 4 на Е квадрат и С на Е квадрат Вот это уже гамма-ня в тригнамике. В тригнамике полиграции. Вот. Ну, снова, да? Снова для... — На Абландаршу. 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 — Ну вот. И значит, здесь у нас имеются и варианты относительно, и варианты относительно это... Ну, слово мы можем вывести уравнение движений, как на эскалярные и такие, и эти уравнения движения имеют и утренциационные варианты имеют решение в виде плоских холл. Ну, тут немножко меняется сейчас с того, что имеется... Ну, кстати, насчет холл давайте еще раз добавлю одну вещь. Вот. Давайте рассмотрим вот поле... скалярное поле, которое... это комплектное поле, которое помогло нам прийти к идее калиментрации калимировочных противоризований от глобальных калками она играет в роли такого-то паразита, которого делаются эти щи. Значит, выведя ладжинжан, значит, мы тортовали вот только вот с этого, потом мы слышали потому, что нужно ввести поле, если мы хотим локализовать, потом нам захотелось это поле дополнительное компенсирующее вот эти локальные добавки при локальном преобразовании поля хотелось предписать для него тоже слагаемое, которое будет давать стенами у поля то есть уравнение движения по времени поля но после того, как мы вывели ладжинное мы можем о поле все забыть и у нас тогда мы остаемся с ладжинами минус 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 квадрат мус оправдание движения от локонжан мы их фактически написали dμ, квадрате на ν минус dμ на dμ. Что? dμ на ν. Как решать эту уравнение? Нужно вспомнить, что поле от той же самой локальной калибровочной мемориальности, которое поле образуется таким образом. Эти два поля, отличающиеся этим калибровочным преобразованием, отписывают одну из калибровочной мемориальность. И мы этой симметрией можем расходиться, чтобы обрастить это уравнение. Это называется выбором калибровки. Выбор калибровки. Для образования участвует одна функция, альфатная, вещественная. А поле алю — это четыре компонента, тоже вещественная. С помощью такого прогрессования мы одну из компонентов можем убрать любым образом. Бывают разные калибровки. Скажем, мы выбираем калибровку, что а0, а х, а на эти 0. В связи с калибровкой, она очень даже не плохая, но она нарушает калибровку. Главное с инвариантами. Одно из направлений. Одну функцию — предложить равное нулю, но мы ее воспользуем для того, чтобы равное нулю. Ну, давайте наложим другую калибровку, как она называется, калибровка ловина. Калибровка ловина. Тогда это уравнение упрощается. Это второе упрощается. И мы получаем просто волновое уравнение для всех компонентов. Четырех компонентов. А это уравнение мы только решали, только решали для каждого компонента. А это мы можем сразу же написать, что имеют плоские волны, характеризуемые вектор волновения от хроника вида АНО. АНЮ равняется ЕНЁ. От этой К до Е степень и КНЮ. Как это было для солярного поля. Но только надо не забывать о том, что у нас есть вот это условие. Воленца. Это условие является условием на эти вектора. На эти вектора, которые называются вектором. Этот вектор для данного ЛК, который называется вектором поляризации. Вставляем это сюда, что мы получаем. Ну, берем эту штуку, эту штуку и КНЮ. Ну, что получится. Чего уравняется, короче говоря, ВЕНЁ от такого вот АМЁ? КАМЮ ЕНЁ. Совершенно верно. КАМЮ на ЕНЁ ИК. КАМЮ ЕНЁ. КАМЮ ЕНЁ. На Е степени ИК. Нет, больше ничего. На Е степени ИК и КНЮ. Ну, здесь надо такие другие буквы поставить, чтобы не путать. ПАМЮ ЕНЁ. И здесь, и здесь суммирно происходит. Вот здесь, значит, общее решение представляет собой в нового уравнения, например, представляет собой суперпозицию вот таких решений. Да, еще мы должны не забыть, вот поставить сюда. Вот сюда поставить. Что получится? Ещё раз дынем на голову. Нет, зачем это? Это же другое. Это не зависит. Ну какая-то, конечно, в точности. Ну, здесь интересный цвет, там такое испанятие, что мы получаем. КАМЮ в квадрате, да? КАМЮ в квадрате равно 0, да? КАМЮ в квадрате равно 0. Вот такое. Значит, во-первых, 5 равняется 0, да? Значит, в результате мы получили два уравнения. КАМЮ на имеемое, а КАМ, в квадрате, в квадрате, в квадрате, для каждого КАМ, какой-то исходного производника, и теперь в силу условия выбора калибровки он не производник, а он ортогональ к АМЮ. А во-вторых, получили условие КАМЮ в квадрате равно 0. Это уже из самого уравнения движения. Великобритании. Ну, что это такое КАМЮ равно 0? Значит, К0 равняется плюс-минус корень из КАПа-модуль, да? Энергия, а? КАПа-модуль. Плюс-минус КАПа-модуль. Да, пусть мы из КАПа-модуль. Да, плюс-минус КАПа-модуль. Корень из КАПа-модуль. То есть, как это называется? Частота по модулю равняется волновому вектору, да? Волновому вектору, да? Частота равняется с точностью до знака модуля волнового вектора, а полиализация, значит, удовлетворяется вот этому условию. Вот этому условию. Но волновой вектор у нас является световым волновым вектором. Светоподобным. Да, светоподобным волновым вектором. И благодаря этому условию у нас ещё остаётся призвол, который является остаточной калибровочной вариантностью. Е-мю мы можем заменить, не меняя вот это условие калибровки, на е-мю. Альфа, какой-то АК на камин. Альфа на камин, потому что в силу светоподобности это, значит, не даст клад. Тем самым у нас из четырёх поляризаций, из четырёх поляризаций, которые есть у исхода е-мю, остаётся сколько? Три, две поляризации. Если было только это условие, то это одно условие с калибровочной величиной. Но ещё имеется возможность выбирать так. Мы, представим, можем выбрать поляризацию светоподобную. С калибровочной поляризацией, так называемые, две поляризации. А именно, вот когда у нас есть наш фотон, наша волна, в данном случае пока ещё не фотон, в теории будет фотон. Наша волна распространяется в направлении К, и имеет частоту К0, да? Амин. То мы можем взять Е, для данной штуки, направлены в направлении ортогонального направления. 2 есть направление ортогональное, это источник, и чтобы не было, ну или, как это называется, продольней. 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 Чтобы не было продольней, да. То есть ЕК будет один и два, это два вектора, которые перфинникулярны. Перфинникулярны К, и не содержат, но это две, 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 две. Да. Знаете, как вопрос, надо там, как выравнивать, как выравнивать, как выравнивать. Вы больше собираетесь, не собираетесь, чем вы понимаете. Потому что лидерация, она, распространяется с внимательностью. А мы пока вообще правом не думаем. Да. А мы тоже. Ну, знаешь, что со скоростью. Да, и поговорим про светоподобность. Вы там, в экранах, там, номеров, все равно, идиницией, идиницией, скоростью же распространяется, если вы с мужчиной. Но распространяется, что это ЕКХ? Нет. Спиральностью называют проекты спины на направлении движения. На направлении движения. А реализация оттона или ортогональной. на направлении движения. Вот у электрона, у электрона, бывает диаправлизация. Фуа, он управляет на движение и против. Вот. И, на вид, они бывают спирами. Хорошо. Ну, теперь перейдем к обобщению этого не оберсучивания. Снова покажется еще, давайте, про геометрию мы посмотрим. А сначала покажется вот таким физическим способом. Проделаем это рассуждение. Смотрим. В случае, когда у нас имеется Фи, Фи и А, скажем, в поле. И А пробегает значение от единицы до Н. Н, Н ущественных полей. Ну, и с Угренжаном сначала совмещен с Сома. Где у него Фи А в квадрате минус Сом в квадрате. То есть А в квадрате. Сома А и Н. Но, если М у нас разная за всех, М а то не такой дополнительной симметрии, кроме симметрии Вольги, нет. А если какая-то часть или все, как я написал, массы одинаковые, то есть симметрия преобразования Фи А. Фи А – это исчерпленный поля. Фи А – исчерпленный поля. Есть симметрия Фи А. Переходим в Фи А с полной. Фи А равны О, А, В на Си В. Где матрица, где О – это матрица, которая называется условия операционированной на О в квадрате Си. В внешнем матрице. Такая матрица называется автогональ. То есть имеются симметрии относительно реализований СО. 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 Кстати, вместо поля 3, то в обращении трехмерного пространства. Ну и заодно сразу можно удобно рассматривать другое. Другой случай, когда поля, я буду называть ПСИ, А. В ней являются все компенсивные. Конфенсивные. Конфенсивные. Полярные. Фан продвигает, ну скажем, N значение. СО. И по гаражам. У меня есть В. Такой. Теперь снова на такой деканат написать в входе поактимировать. Здесь снова есть симметрия, при преобразовании СА приходит. Здесь А, правая, УАВ, на ТЕР. ТЕР, чтобы не думать, там такой значок верхний, нижний, 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 нижний. Теперь А, С, компрессная, маслица У тоже компрессная, и она удовлетворяет уравнению, утренопонированное на У, равняется бедности. Такая, то есть, стофия маслица образует группу, которая играет как? Унитарную группу. И, да. То есть, есть глобальная такая симметрия, и мы хотим, и мы хотим, значит, сделать эту симметрию, это сделано, значит, Янгом и Нюнсом в 1953 году. Эту симметрию сделать блокальную симметрию. Для этого мы вводим в поле, в дополнительное поле АНУ. Итак, мы хотим, да, какое же мы хотим сделать симметрию, и теперь такой, что здесь вот, для образования в одном случае становится таким. Давайте я сразу же буду говорить про случаи, когда откуда является компрессом. Кстати, чему равняется размерная группа Н? Янгом и Минус один пополам. Да. Значит, Н, Минус один пополам. Проверим. В двумерном случае два, на один, на два. Один, не правильно? А, я же на три, три, на два, бежит на два, три тоже. Так, по кругу направлю. А размерность, размерность, сейчас скажите, как проверить, то самое, У, Н, ТТ. Н, Минус один. Ну, давайте проверять. Вы, значит, говорите, Н, АН-1. Если это У-1, то мы знаем ответственность. У-1 является одномерным, да? Помните, У-1 имеет значение не Альфа. Так что А1-2 будет. Я думаю, что ответ такой М квадрат. М квадрат. М квадрат. Проверяем. Значит, если Н1 сходится, а если Н равнится, это два, то это... Четыре. Это в матрице два набора, потому что два набора сходятся. Да. Это правильно. Правильно. Вот. И... А как это вы читаете? Вот это понятно. Да. Ну-ка, слова я вам скажу. Ну, возьмем какое-нибудь представление от матрицы в какой-то группе. Нет. Мне кажется, проще не так. Вот матрица в этой группе прикрывает о транспонированной на ООН на ООН. А, я... Нет. Я хочу сказать, что надо взять близко к единице. Близко к единице... О! Единице включает, удовлетворяется в этом слое. Так что единице принадлежит к единичной массе, в первую очередь, автоганда. Матрица возьмем, близко к единице. Единице плюс маленькое эфсилен на... на какую-то матрицу... Как ее мы называем? Амена. Амена. Амена? Амена. Да. Амена. Тогда сюда мы получим вот здесь... Значит, единице, то есть, Эфсилен на ОМЕГА транспонированное, плюс Эмена. это на ОМЕГА транспонированное равняется единице. Раскладываем. В нулевом порядке это прекращается, а в первом порядке получается... Получается ОМЕГА транспонированное плюс ОМЕГА равняется... то есть, эта матрица АМЕГА является антисимметричной. Но это уже легко уже. Антисимметричная матрица на диагонали не содержит ничего, а в нём задерживает то, что здесь с обратным значком. Значит, и всё. Это единственное, что первое. Значит, нужно посчитать число на диагонали, а это не просто нетрудно будет делать. Аналогично надо делать дело здесь. В этом случае получается ОМЕГА плюс ОМЕГА равняется 0. на диагонали и теперь пишем для конкретных для матрицных элементов. Тогда для матрицных элементов очередь ОМЕГА и ЖИ соответствующая диагональная плюс ОМЕГА равняется 0. Когда ИЭЄ равняется на диагонали это, соответственно, означает просто вещественность. А когда ниже выше и ниже это комплексно сопряжено. То есть Э 꿈евتى столько, что комплексных чисел выше диагонали плюс ещё на диагонали получается. Только не забывайте комплексных чисел выше диагонали нам поможет на два, а на диагонали Значит, сколько там чисел в диагоналии получится, выбираем, ну, там, неспользуемся. Хорошо. Значит, теперь мы делаем таким образом, рассматриваем случай унитарной группы, и хотим, чтобы была инновационность, оснастить я, как я выбрали, пти. Значит, можно открыть сокращенным написанием. Вместо того, чтобы писать в Си А переходят в УАВСД, мы можем писать в Си переходят в УС. Предполагаю, что в Си А мы изображаем, вместо в Си А мы пишем соплик, все одни, Си А, да? А У понимаем, что пока. То есть в правом множем можно в Си, да, знать. Мы хотим, чтобы была такая мера. И для того, чтобы это сделать, по аналогии с тем, что было, нам нужно внести вместо предвугодных. Да, ну, 116, знаете, отстанутся. Вот это. У нас, очевидно, это слагаемое, да. Весь Фадриджан перепишется в новых отношениях. Весь Фадриджан перепишется в новых отношениях. Весь Фадриджан перепишется как Си крест. Крест, Динус, Си крест на Динус Си, минус Си в квадрате. Си, там, модуль в квадрате. Ну, вот такой вот. Си, тебе надо понимать, как Си крест. Си крест на сквете. Солбик. Такая строчка на столбик. Да? И то же самое, что сумма Си, А, мы можем сказать. Вот. У нас же теперь приближение. Или у вас сейчас нет пока этого? Нет, нет, это скалярный. А, хорошо. Скалярный скалярный скалярный. Вот. И мы хотим, чтобы была инвариантность относительного этого. Вот это, предлагаемое, очевидно, является инвариантность относительного такого преобразования. Правильно? Почему? Потому что смотрим Си крест. Если Пси преобразовывается так, то Пси крест преобразуется во что? Наоборот. Да. Да. Вот надо сказать так. Это надо проверить. То есть это равняется секрет наук Лен. Будем проверять? Ну да. Только можно элементом. Я хочу сказать, можно элементом проверить. Да, понятно. Просто написать элемент. Давайте вот. То есть не, да? Желающий. Конечно, проверить. Это не очевидно. Но. Значит, не очевидно. Для меня встречи. Я проверил свое время сто лет назад. Значит, это так. А я вам советую проверить. Значит. Хорошо. Это так. Теперь. И тогда у вас то, что происходит в Си. 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 Ну, а знак мы предположим пока вот такой. Плюс укрепление у, плюс укрепление у, ну, это еще не все, правильно? Потому что, как я просто написал, во что перешло это, и оно множество на вси. А вси это что такое? Это у на вси. Вот. Получается, ничего похожего, ничего, просто нужно не будет. Сейчас, не надо, не надо, не надо, держать. Не надо, это не просто. Дайте минуту поставить. Дайте минуту поставить. Насколько вы уверены на то узнаете? Потому что, мне кажется, все-таки это... Не знаете, здесь вообще нет, здесь плохо. Поменяем. Ничего не сделаем. Креп поставим на вторую матрицу. Вот поставим. Кстати, поставить справа. Давайте справа креп. Если тогда не будет хорошо. То есть, просто поставим, а потом поменяем. Давайте здесь поставим и сделаем так. А там же здесь минус первая. Да. Все. Давайте поставим так. 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 А так здесь есть. Если так, то здесь вот так. Здесь вот так. А здесь? Так и есть, да? Так. Теперь? Теперь что? Сейчас еще минус поставим. Нет. Сейчас уже неплохо. Не получится. Сейчас, смотрите. Во-первых, вот возьмем первую и третью. Они собираются у нас во что? Ум и НУ. Правильно? А дальше получается... Ум... На Пси. А здесь? На У. На У. На У. На Пси. Поэтому получилось... Поскольку вот это... Вот это У. С этим У. Дает единицу. Получилось. Демилка. Сами У. На Пси. Так? Это то, что мы бы хотели. Да? Первый и третий. А вот... Вот второй креток. Смотрите. Значит, что у нас здесь стоит? У. Бемю. У. У. Крест. На У. На Пси, да? Но поскольку... Крест. У. Крест. На... Не нужно... На моей форму. Покажи. А. У. Поскольку... У. Крест. На У. Дифференцируя это по Демилку. Обе части. Мы получаем. Демил. У. Крест. У. На У. Плюс. У. Крест. У. Крест. Крест. На У. Равняется. Минус. У. Крест. У. Крест. Крест. На У. Крест. На У. 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 то если это так, то нам ВНУ калориантные производные на сеть переходит в У на ВНУ на сеть. То есть эта квалианская производная начинает преобразовываться нормально, так же, как в нормальном условии называют такое закон преобразования нормальным, так же, как в У на ВНУ. А здесь сейчас много, так как в У на ВНУ. Да. Кто такой? Кто такой? Совершенно. Совершенно правильный вопрос. Что такое АВНУ? Воздух, незавменно, матрицы. Потому что, что здесь, иначе здесь, ну иначе здесь действие действительно сильное, и ясно, что нам ВНУ на ВСИ, здесь, если мы расписываем, должно быть, содержать номер компонентов нашего поля и иметь вид такой, ВНУ на СИА, СИА это поле, плюс матрица АВНУ на СИА, как и тут. То есть АВНУ это матрица, которая, я не буду сейчас долго на этом задерживаться, АВНУ это матрица, которая является, при моем выборе, вот я не люблю здесь искать, при моем выборе, это матрица, которая является антиэрмитовой, антиэрмитовой. АВНУ это антиэрмитовой матрицы, то есть АВНУ это антиэрмитовой. Они согласуются, это собираются с таким реализованием. Смотрите сюда. Если, вот, и положили, что они являются этим предметом, то вот новые антиэрмиты, пишут, что АНЮ перестал АНЮ в семье или было в семье. Образованы. Правым, как объединенного с этой штукой. АНЮ в семье, где клет, чему это должно? В среду, где мы с тобой приметы с этого движения? Если тебе переставить, давайте смотрим. Попробуем, два раза, говорят. И вот тут клет становится полностью АНЮ. И вот является АНЮ клет, и где же клет? Т.е. это переходит в себя, но откуда-то аминокрест сравняется с ним, аминокрестом, то же самое здесь. Т.е. это что-то при ежедневном сопряжении переходит в себя с ним. Т.е. такое ограничение аминокрест, ну отражение о том, что аминокрест, 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 аминокрест. И такой закон при образовании поли делает наша генетическая энергия, которая еще генетическая энергия. Вот здесь. Здесь генетическая энергия, это еще не все. Это не правильно. Дело в том, что как у нас преобразуется... Нет, здесь все правильно. Такое выражение произведено пенурянцам относительно этих первых слов. Правильно? Это не пенурянцам, это что-то тоже. Тоже это пенурянцам. Хорошо. И так же, как и в случае... Так же, как и в случае... У-1. У-2. У-2. У-3. У-3. А, у нас просто следует из него на лжине. Зачем? У-3. А может из него тоже хороший цвет А может ты волшись с остальными? Это как-то нам не ожидается То есть вопрос такой Предположим, что... Еще до задерженности Вы спрашиваете, можно ли мы... Вопрос еще можно задать в вашем случае В случае, когда у нас было одно комплектное поле Одно комплектное поле И мы видим поле Амин чисто минное То есть могут нам нести Амин чисто минное Амин чисто минное плюс Время, которое лежит вещество И что это получится Это да Такое Давайте посмотрим Какое у нас получится Время Время Правильно Вопрос Нам бы нести Выпраняться Время Время Я думаю, что сюда столбишься просто Комплект Ваганджаны Конечно Будь Время Время Давайте Не будем думать сейчас П카르�еру Наверное Время Ваганджаны Должны Должны Ветх Для наших Ватераре А Почему это Может быть комплектным Если мы так Проверим Что будет Давайте проверим, что будет для самой такой штуки обыкновенной вписанию, плюс 2 минус, на все, да? Это милая, а это чистовещественная. Ай-ка-мьор, значит, прибавляется штуковый мёд, не испытывает симметрию, которую мы хотим иметь, локальной симметрии, и есть ай-ка-пикс на си, да? Мы предполагаем, что амил преобразуется в амил. Мы добавили лишний фоль, вы предлагаете добавить лишний фоль, который имеется вот такой... Почему его можно вычислить? Нет, подождите, секундочку. Мы хотим, чтобы придумать такой поле, такой его закон для образования, чтобы была такая симметрия. Поля амил и амил преобразуется как? Нам надо придумать, как они преобразуется. Чтобы была симметрия, а также, чтобы логранжан был эрмитовым. Эрмитов, в смысле, вещественное, при комплектном содержении полей, он перейдет в комплект. Почему у вас должно быть, вот, обязательно чисто мнимо? Да нет, нет, мы сейчас... Скажем, это мнимо, а я не мнимо. Да, почему бы тогда не мнимо вот эта штука? Не преобразуется. Можно там умножать, там, на какой-нибудь там... Давайте придумаем какой-то такой... Ну давайте просто... Скажем, считайте, по половинке нашего вот этого. Хорошо, давайте оставим... Я не знаю сразу же ответы, давайте оставим нападную норм. Что будет, как можем ли мы добавить вот этой... Добавить два поля. Одно комплектное поле, амин, или вещественное, а, то есть, амин, или вещественное, амин, или вещественное. На два поля существует возможность сделать вот... Мы что хотим? Вот так. Вы прям конкретно говорите, что ковариантные производные сделаны такими. В чем предложение, в чем вопрос? Что можно взять вот это условие. А какой не снимать, я же хочу как-то сделать, я хочу придумать, на что заменить, введя дополнительные поля, на что заменить обычную производную с помощью добавления дополнительного поля, в связанности, с чему равняется нам войну? Вы говорите, что нам войну, это есть вот добавка комплекса. Пожалуйста, что при этом не нарушится, это надо понять. Я думаю, что у нас будет получится в комплексном месте, что-то плохо. Нет, у нас просто не будет вариантов относительно вот этой группы, которые мы хотим, чтобы мы делали. Потому что мы никак не пробивались, мы не пробивали варианты производства. Соответственно, будут добавки, которые нам будут мешать. Ну почему бы и так? Нет, добавка будет от производной. Я скажу, что это будет выдавать, сокращать. Такое произведение А-Б останется. А-Б останется. Да, здесь вроде бы нормально. Но что-то будет плохо, плохое. Давайте это снимаем, у меня хочется этого. Так, и так мы получили, ну, Лаганжан, который является ниллиантом при локальном уже не А-Белевской обсловании. Да. Ну, вы знаете, что такое А-Белевая группа, да? А-Белевая группа получила, корректирует элементы чего-то. А группы У-Н и У-Н является не А-Белевым. Да. Не А-Белевые группы, но нам еще нужно построить аналог надверженностью электромагнитного кодка. И здесь, вот кстати, вы видите такой факт, который называется Рамильска. Вот если мы берем А-Белевые случаи, они равняются Д-Ню и Л-Ф. То коммутатор двух таких дифференциальных операций с первого порядка, мы же умеем уже такие вычислить, рамняется будет в Лагильном случае Э-Ню как раз. А-Ню, Д-Ню, Д-Ню, А-Мю, Д-Ню, А-Мю, Д-Ню, А-Мю, Д-Ню, А-Мю. А вот если мы проделаем такое же вычисление в случае, когда А-Мю является матрицей, а Д-Ню как можно раскладывать число с матрицей. Это единичная матрица. Это единичная матрица, а А-Ню это такая антидеринитовая матрица. Так что и то, и другое матрица, и на это. Только здесь стоит единица, которую мы опускаем, чтобы не писать из лишних сущностей. И надо это вычислить. Тогда получится, что это равняется Д-Ню А-Ню. Д-Ню А-Ню, Д-Ню, А-Ню, 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 А-Ню. В случае, если мы применим это к случаю А-Ню, то это просто число, они коммутируются уже с собой. А вот в случае, когда матрица уже не один на один, то здесь F можно искачивать. И вот эта ничина является F-меню. Является она матрицей N-Н. Эта матрица тоже антидеринитовая. Если это антидеринитовая F-меню, то F-меню равняется F-меню. И как из этой матрицы образовать Лоренсен вариант действия? Да, надо ввести, во-первых, квадрат, или вернуть по нему, посолагаясь с метрикой Язунковского. И, короче говоря, Лоренжан, Лоренжанского поля, А-Ню, чистый, чистого Янгинца, Лоренжан чистого Янгинца, равняется минусу, значит, четвертие, свет, в полце Лоренжана на F-меню падает. Мы не должны написать свет, потому что F-меню теперь матрица вратила, а, во-вторых, F-меню преобразуется. F-меню, в случае действия динамики, не преобразовывается, да? Это, наверное, было приобретение для образования на скале. Что бы здесь сокращалось? А что теперь будет, когда мы амил преобразуем, как вот здесь у нас там написано? Да, это упражнение, которое надо проделать. Если амил преобразуется, как мы поговорим? У слева, да. У слева на амилу, у крест, конечно, должно быть, то теперь можно вычислить, чему равняется F-меню, где F-меню определено, если хотите, или так, или вот так. Но так совсем нечисляет ничего, потому что на амил при таком преобразовании преобразуется на амилу, у крест. Да. Нет, не нажмите, а? Хотя это, кстати, можно было бы тоже отдельно сказать, что на амилу преобразуется в амилу, на амилу, у крест. Вот. Это отдельное тоже упражнение. Как делать это? Эти финансальные операторы надо поднестить на что-то, и потом то, на что действом забыть. Уберите, потому что все здорово, все так. Потому что только в таком случае получится, что на амилу на Си, а мы все знали, как преобразуем на У, будет преобразовываться в У, на амилу на Х. Когда мы все им считаем, что АСи преобразуется в У, на Си. Вот. А, значит, и это наконец-то хмю, это хмю, это можно сделать, проделать, вот, приходя из этого выражения, а там еще есть какие-то там, причины. Да. Здесь чисто есть меню, и образуется вот так. У. Да. У. У. Значит, Frymm Из, Hans That is, здесь меню – это카락, можно вывести отсюда, и мере, отсюда, и изговорить в меню. Это коммуникация, это мотивационная коммуникация такой что-то. И тогда здесь понятно, что здесь смысл вверх нужно в понятном случае ставить, потому что действие это является умственным, умственным. А этим же в квадрате маркет. Кроме того, что мы видим, что это маркет, а эти мотивы в квадрате тоже преобразуют. Правильно? Эти мотивы в квадрате переходят в эки мотивы в квадрате на углу. И следует отсюда. Каждый из этих мотивы преобразуют так. Смотрите, там они в китае. И поэтому так. И один, с которым он поставит свет, то этот маркет, который подходит сюда и вставляет сюда, я не вижу, что получается это что-то не у меня. Вот. В тем же, в равнении. В равнении движения. В равнении движения... В равнении движения... В равнении движения... В золота не делается. В ягод... ...конечный... Нет, конечно. А, да. Значит... Вот смотрите. Вот действие чистого ягодства... ...сереприармность, оно запустится в руках. И для любой, что будет, будет, будет. Для любой, настрой. Вот. Теперь уравнение движения. Уменьшим вот такое уравнение, которое называется торфисом ягоди. Торфисом ягоди. Или, что то же самое, вторая пара уравнений массового. Вторая пара уравнений массового комплекса, если я... Диверденция... Ну, кстати... H и E. Это диверденция H равняется нулю, да? И второе уравнение... Диверденция H. Диверденция H равняется нулю. Отпустили на точку. И второе уравнение это... Ротор Рыги равно минус... 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 Это те уравнения, которые... Которые не содержат токов и зарядов, да? И другая пара уравнений массового содержит диверденция H. E равняется... Ро... Да? А ротор... Ротор H... Ротор H... Ротор H... Ротор H... D... D E D D C... E D D C... Плюс... Плюс... Токовый... А это не так. Это уравнение, если мы вводим... Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ а Е яйца – это F0. И на этом языке для Fm выставляем то есть Fm плюс 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 Fm. Это записывается в калорианном виде. Кстати, в калорианном виде записываются эти уравнения. Это уравнение является просто, выражается тот факт, как мы знаем, что это меню выражается через потенциал. Это тоже так. То есть если мы поставим сюда, вместо этого меню, где у нас это меню? Нет, вот. Давайте вот так. Если мы поставим так, что меню, выраженное через потенциал, то это получится так, только в экстремене. А как сделать диагноз? Нас, кстати, Эпсилон. Нет, это же Эпсилон. Надо… Да, вот именно. Надо для специальности идти к меню, к варианту Греботе. Потому что, в то время как свет, он является, свет вот этот свет, он является не светящимся светом. А кванты этого поля, они сами являются источником для самих себя. Светящийся свет, как кванты. Это проявляется в том, что вот как раз Эпсилон является, и образуется по телеграммам, как бы Таланта. Так вот, в отличие от Эпсилон Авера. Так или иначе, это уравнение, когда присоединяется, здесь у нас на ковыряться и производная. Теперь вопрос, кто такой ковыряться и производный. Это очень важная вещь. Вот у нас уже была какая-то варианта производной станции. Нам бы мюрси, нам бы мюрси, пока деление равняется дмюрси плюс амюрси. Что здесь не значит? Си является столбиком. Си является мюрси. На столбик здесь есть и производная, а здесь этот столбик, на столбик, с него немножко матрица. Но... И тогда все понятно, здесь все ковырянтно. А вот в этом случае Эфмини у нас является имеемым не столбиком, а матрицей. Правильно? Если вспомнить. Амюр является матрицей. Амюр является матрицей. Амюр является матрицей. Правильно? Матрицей. Как вы говорите? Антилимитов. Ты на нем выберете знаков. На амюр, естественно, на амюр там тоже является матрицей. Поэтому ясно, что Эфминир – это матрица. Антилимитов – матрица. А матрицу... Ну, он не только с одной стороны как столбик, но и с другой стороны. Это выражает очень важный факт о том, что из теории представлений, я вам сейчас скажу или в следующий раз это скажу, но так или иначе ковариантная производность зависит от того ее вид. Вот пишется она, может быть, всегда вот так в книжках, но она имеет разные виды в зависимости от того, на кого она действует. На то, как... По какому представлению, на этике, в магическом, преобразуется те поля, на которые действуют ковариантная производность. В данном случае, поле было в си. Это поле, которое преобразуется по фундаментальному, так как называется, представлению группы. То есть оно с клеем умножится на матрицу универанной матрицы. Вот его закон преобразований. Университ. А вот поле этот меню преобразуется, видите, как с левой и с правой. Это тоже представление. Представление группы. Что вообще такое? Вспомним, давайте. Что называется представление группы? Думаю, давайте. Возвращение на транспорт. Да. А представление, не такое научное, а то я такое язык еще не выучил, а так, на протонах элементов группы представляется матрица. Матрица, которая осуществляет линейное вызвание в каком-то, в каких-то мерном процессе. Вот эта матрица осуществляла, сопоставлялась эта матрица у, это представление. По идее, в какой-то математике написано, что у нас имеется g, элемент группы элемент группы унитарный, и этому элемент группы унитарный, сопоставляется матрице, не знаю, как ее назвать, ну, у них хорошо, иначе, запутается. М. М, который определяется этим элементом, да, который является унитарной матрицей. Унитарной матрицей. М. И это Я могу снова выбирать тем соотношением. Тем соотношением, а фундаментальное представление это вот такое, что это матрица, М. действует по умножению справа на этот лекция. На этот лекция это с какиммерным представлением, с какиммерным он пространством. Это матрица, с какиммерным пространством. Водратный. М. Денглер. Это м. Такиммерное пространство электронное, в котором осуществляется матрица линейное преобразование. Наши полосы. Как разная насть 2? Матрица Р квадратная, она изменяет объекцию размеров n. Да. И она вторая вот эти наши полцы они вторая в размерном пространстве. Сколько нам нужно назвать там? Единички на скатном месте можно так сказать 1 0 0 1 для 2 А здесь сколько у нас F-меню? F-меню сколько компонентов? их прибежит к какому скатерному пространству? Это уже анти-эдмитлова матрица значит у них размерность там сколько мы считали? n-квадрат n-квадрат размерность поэтому это преобразование осуществляется матрицей n-квадрат на n-квадрат но она записана вот так хитро но мы могли написать если так вот если мы разложили бы по базе их n-квадрат штук то нам бы разложили F-меню здесь такой кериндер а здесь а здесь этот элемент одна из этих керинговых два элемента матриц n-квадрат штук и это преобразование и этих коэффициентов было бы n-квадрат штук и эта матрица n-квадрат просто написано что об этом можно не задумываться но это так короче говоря это представление называется присоединенное это фундаментальное на самом деле вот эти два представления фундаментальные 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 они таким образом и возникают для разных разных позиций вот значит хорошо с этим связано вот что а как вариантные производные то есть я сказал вариантные производные на самом деле представления вот определяется таким образом с этим умножение происходит с одной стороны а как в этом случае производится здесь когда она действует чтобы было что все хорошо можно проверить что нам глумен на x ну равняется ну я сейчас по определению что я тут нам написать dm а теперь фундамент не правительство на глум вообще на глумен на а где а принадлежит присоединенному представлению то есть мненное представление значит преобразуется вот так определяется так ну а я могу сбить внимание ну какой это м это уже было ну п а это от слова это а а нет ну а это а напоминающий что андроин это представление то это определение а а а а а а а а вот здесь здесь и вот теперь вы можете понять что если а преобразуется так а а а а преобразуется а преобразуется вот так а амю преобразуется как там написано то тогда эта штука будет преобразовываться как у а на на у к вот такое на преобразуется 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 но это финическая деталь да а мне кажется что это страшно понимать вот и значит это надо проверить что это итак здесь и где стоит так теперь уже я могу написать более явно вот это вторую пару уравнений а нет ну теперь если явно здесь писать нам а просто объяснили объяснили что если есть диню F ню ямдок плюс коммутатор а F ню ямдок и теперь можно проверить что при постановке F это так детственно а теперь есть еще кроме меня сколько лет много ой простите все закончили вообще на электричку нам не ну понимаешь а кто же электричка тоже ну а куда не надо а мне ехать на Камастомольск от Камастомольск до Чкаловской на электричке час а Чкаловской еще если машины у меня там не вывелись но вечеринговой ты попался в этом хорошо значит это теперь действие действие имеет вид межеграл или теток межеграл в квадрате ввече надо вывести и убедиться что сравнение DPS равняется нулю и заключается так нам в точность так чтобы первая пара равняется ну или значит дню с миню и коммутатор амин то есть коммутатор амин с миню то есть содержит квадратичный член значит здесь содержит квадратичный а здесь даже кулический то есть это выражает тот факт который это свет излучающий свет не 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 а сумку вы понимаете только зарядная часть электрон и хорошо давайте это контакт мы слышим